Приветствую вас! Немного странный у вас вопрос, то есть задаёте вы вопрос свой в раздел «Психологии», «Дети и подростки», но дописываете в тегах, что «Юридический вопрос». Если вопрос юридический, то, наверное, лучше знавать его юристом, не психологом, вот. Так что здесь вот есть определённая непонятка, да, какого ответа вы ждёте. Непонятка есть и в том, кто вы для ребёнка, то есть почему вы задаёте вопрос от третьего лица. То есть если вы и мать ребёнка, то мне кажется, что в данном случае вы как-то вот абстрагируетесь, что ли, немного от этой ситуации, да, когда говорите о себе в третьем лице. И это уже проблема, скорее, ваша, чем проблема ребёнка и бабушки, вот. И смену на набор и натух, почему вы абстрагируетесь, почему вы защищаетесь, защищаетесь. От чего вы защищаетесь? Таким образом. Вот. Значит, если же вы не мама, если вы третье лицо, то в таком случае помочь через вас этим людям, ну, на мой взгляд, не представляется возможным, потому что нужно всё-таки разговаривать с непосредственными участниками, хотя бы с мамой. Значит, что можно вам порекомендовать в этой ситуации? Ну, во-первых, вы пишите, совместное проживание, кого с кем непонятно, правда, разменять квартиру и разъехаться нет возможности, пишите вы, и это неправда. Я вам сразу говорю, это неправда. Всегда можно что-то сделать. Всегда можно поставить вопрос ребром, всегда можно что-то припринять. Другое дело, если не хочется. Другое дело, если решение такое не устраивает в силу вот ряда причин, да, то другой вопрос. Когда вы начинаете отсекать варианты, это называется психологией игрой да-но. Можете почитать про эту игру в интернете, так и напишите психологическая игра да-но. Поэтому здесь как бы есть налет стремления к позиции жертвы. Я понимаю, что вам неприятно это. Я понимаю, что вам не очень нравится то, что я вам говорю. Ну, вот. Но, тем не менее, да, тем не менее. Следующий момент, следующий момент. Следующий момент. Значит, бабушка оказывает воздействие на 10-летнего внука по отношению к его матери, значит, следовательская оскорбляя ее, а следовательская оскорбляя его, когда ее нет дома. Ну, вы меня, конечно, извините, но 10-летний мальчик, который серьезно реагирует на бабушку, на ее оскорбления. Ну, это мальчик, как мне кажется, имеющий проблемы с уверенностью в себе. Мне почему-то так кажется. Я, конечно, могу чего-то не знать, но мне почему-то кажется, что-то... То есть, мальчик, который... Или, давайте скажем так, мужчина. Мужчина, который воспринимает серьезно негативные слова женщины свой адрес. Да? Это мужчина, который, ну, как минимум в себе не уверен. То есть, у 10-летнего ребенка есть проблема, если уверен в себе. Да? Вот. То есть, ну, что такое 10-летний ребенок? Да? Что это такое? Это смышленый человек, который во многих вещах разбирается лучше, чем бабушка. И почему? Почему этот человек, да, не может, не может носить бабушку общий язык? Скорее всего, потому, что его задевают то, что говорит бабушка про него. А почему его задевают? Скорее всего, потому, что нет... Ну... Мужчина. Скорее всего. Вот. Ну, как вот... Как я думал, как я думал, что нет мужчины, нет мужчины, вот. Ну, с ребенком. То есть, вот, рядом с ним, да, нет мужчины, который мог бы его поддержать, который мог бы ему показать, как нужно, например, действовать. Вот. Ну, и, собственно, если это так, то это достаточно серьезная проблема для ребенка, потому что получается, что он не справляется сам. Получается, что он не справляется сам со своими трудностями, не справляется со своими сложностями, вот. И это уже вопрос, собственно, к вам, к тем, кто живет с ним, не к бабушке, которая человек старый, и как бы требовать от нее, там, чего-то, ну, можно, конечно, требовать, но... Столько, столько, столько... Что это даст. Эти требования, что дадут. Вот. Поэтому история здесь, она, на мой взгляд, именно такая. На мой взгляд, история именно такая, что... есть, значит, у мальчика проблемы с себя. Если эти проблемы у мальчика действительно есть, то работать нужно с ним. Не с бабушкой, а с ним. Понятно, что нужно объяснить мальчику и почему бабушка так говорит. Понятно, что нужно объяснить мальчику, как вести себя в этой ситуации. Вот. Но мальчику нужно повышать уверенность в себе. Это первое. Второй момент. Совершенно очевидно, что у мальчика нет... оммм... Отдовская фигура. Вот. Если у мальчика нет отдовской фигуры, то ему не на кого равняться. В своем поведении, в своих действиях ему не на кого равняться. Поэтому, так важно, чтобы у него была фигура. Поэтому, так важно, чтобы у него была отдовская фигура. И поэтому, так важно, чтобы его, например, мама нашла себе мужчину, вот. Ну, то есть, конечно, не в том смысле, да, что он нашла, прямо искал, да, и нашла. А в том смысле, что... Что она беспокоилась об этом. Что нужен мужчина. Что мужчина нужен не только ей, но и, собственно, ребенку. Вот. Вот. И что, если будет мужчина, вот. Если он будет... То... С большой... Я бы даже сказал... С огромной... Долей... Вероятности... Ребенку будет легче. То есть, он не будет... Эм... Так... Эм... Так... Эм... Ну... Эм... Реагировать. Вот. Он не будет реагировать так, на... Действия бабушки. Вот. А сейчас он реагирует, да, потому что реагирует болезненно, реагирует тяжело, потому что, да, он вот не уверен в себе, и он... Ну... Переживает, он... Ему... Возможно, больно это слышит, и так далее. Да, это всё... А... Понятно. Но... Но... Так быть не должно. Вот. А... На самом... На самом деле... На самом деле... А... Ну... Так бы и не было, если бы... А... Значит... Значит... А... У него... А... Был бы... Ну... Была бы... Мужская модель... Поведения... Вот. Так бы не было, он бы... А... Ну... Спрестравлялся бы... Сам. Вот. А так... Так, конечно... А... У него не получается. Потому что... Ну... Ну... Человек просто... Не привык. Вот. Вот. Это... Такой... Такой момент. А... Следующий момент... Который... Я хотел бы... Высказать... Заключается в том... Что... Нужно... А... Больше... Связи... Между... Ребёнком... И... Мам... Мамы... То есть... Я, конечно, не знаю. Но... На мой взгляд... Этой связи... Очень не хватает. То есть... Ребёнок, вероятно... Чувствует себя... Брошенным... Чувствует себя... От... 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 Мамы... Например... Да... И... Отдалённый... Вообще... От... Таков... Такого... Вот... Ну... Взрослого... Мира... Скажем так... Ну... В результате... Чего... Появляется... У него... Такое ощущение... Поэтому... Поэтому... Более доверительное... Отношение... С мамой... А... Более... Такие... Полные... Отношения... С мамой... Конечно... Здесь... Будут... Очень... Кстати... Ну... Вот... Маме... Же... А... Можно... Предложить... А... Занять... А... Чем-то... Бабушку... То есть... Чтобы у неё не было... А... Времени... На... Оскорбление... Чтобы у неё... Не было времени на... На... Науськивание... Э... Ребёнка... Вот... Это... Потребует... Определённого сближения... С бабочкой... Вот... Но... Результат... По моему... По моему мнению... Того... То есть... Того... То есть... Если... Например... Мама... Мама... Да... Ребёнка... Э... Наладит... Отношения... С... Э... Бабочкой... Ну... Вот... И... Та... Будет ей доверять... Ух... Всё... Это будет... На всех отношениях... Шикарны... И... В итоге... Он... Мама... Может... Направить... Бабочку... Туда... Куда... Ну... То есть... В сторону... Своих... Действий... Своих... Интересов... Да... А не... В сторону... Откорблений... Вот... Вот... Ещё... Я бы... Настоятельно... Рекомендовал... Б... Б... А... Вот... Прямо... Знаете... Настоятельно... Рекомендовал... Б... Вам... Вот... Ну... Я опять же... Да... Не знал... Кто... Вы... Вот... Ну... Я бы... Настоятельно... Рекомендовал... Б... Вам... Подумать... Почему... мамочка оскорбляет маму да еще и оскорбляет не маму простите, а ребенку что это вот для чего она это делает, что ее глотит, что ее не устраивает потому что оскорблять человек никогда просто так не будет вот если она это делает, значит у этого есть причина ну соответственно давайте подумаем какие это могут быть причины вот если мы об этом, если мы это выясним какие могут быть причины то мы и сможем помочь бабушке справиться с ее проблемами которые у нее есть так вот то что стоит за ее желанием оскорбить мальчика это ни в коем случае, да, не от благополучия какого-то вот это от наоборот неблагополучия поэтому поэтому нужно понять в чем не удовлетворена бабушка что все ей собственно говоря не хватает и тогда мы сможем помочь и бабушке и и соответственно мальчика 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 тот тоже поработал с психологом вот но если такой возможности у него нет ну что что поделать вот значит вот посмотрите в этом направлении посмотрите именно вот в этих аспектах я понимаю да что это не всегда легко я понимаю что возможно а а а а а все а вот что это из этого сделать вы не сможете не сможете вот но я надеюсь все же что вы попытаетесь это сделать потому что ммм дальше мм процент ситуация будет скорее всего всего усугубляться вот в дальнейшем ситуация будет скорее всего усугубляться вот то есть ну будет еще более негативно да то есть бабочка будет оскорбляться о э сильнее э э ребенка вот ребенок вот ребенок будет переживать сильнее и вы соответственно если вы все таки мать то вы соответственно будете тоже негативно на это реагировать вот то есть лучше не будет никому так что я рекомендую вам э посмотреть э рассмотреть все вот эти вот варианты и уже в зависимости от возможностей вашей э подумать какой вариант ближе и что можно качественнее реализовать и можно ли вообще что-то реализовать вот если ваш если э никакой вариант не примите да то есть если будет вот такая история что вам ну не захочется принимать э вариант э что в таком случае скорее всего э вы не не продолжаете играть в эту игру которая называется э дано и пока пока вы в эту игру играете хорошего ну ничего не получится вот потому что нужно действовать а не пытаться объяснить объяснить почему бы не получилось вот на этом все я надеюсь что помог вам если у вас остались остались дополнительные вопросы пишите в личку дура помочь а если вам понравился мой ответ буду благодарен если вы сделаете его лучшим а я желаю вам всего самого доброго и удачи